Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Таня Горинович и у нас сегодня будет видео ролик растушеванные синие блестящие стрелки. Просто честно мой инстаграм мой директ после моих stories невероятно завален вопросами как что это за стрелки чем вы это делаете поэтому я решила именно сюда на youtube записать этот ролик поехали итак первое с чем мы начинаем это с базы я возьму масло вот этой марки кто его как называет реше это масло мне очень нравится я его использую как для себя так и для для своих клиентов потом пару капель 3 пути разогреваю и наношу на лицо у у меня просто такое ощущение что мое лицо сразу прям вот напитанная и нет никаких проблем очень классный состав этого масла я его рекомендую прям вот обратите внимание девчонки дальше брутональное средство сегодня у меня будет armani maestro в оттенке 45 он такой светловатый но мне подойдет вот это как пипеточка я уже все загар мой смылся кисточка от manly номер 14 и вот такими движениями наношу на губы честно говоря у меня загар вот смывается а например вот на теле остался да то есть поэтому лицо не буду все равно немножечко сегодня уводить в загарку маэстро для меня лично подходит потому что у него в составе также входят масла и покрытие как бы бархатное то есть масло которое входит в составе увлажняет мою кожу и питает а бархатное покрытие дает эффект на такого более велюрового лица и ощущение как будто бы у меня как фарфоровая куколка но при этом например если девочка все-таки жирной кожи я это тональный этот тональный крем не рекомендую потому что действительно он будет течь со счет того что очень много масел дальше я беру консилер от марки manly в оттенке то цену 2 так он слегка розоватым для того чтобы проработать зону под глазками сначала вот так вот немножечко прорабатываем поэтапно а потом немного подтушевываю этой же кисточкой создаем эффект свежести вот следующая мы немножко дадим себе эффект загара поэтому я возьму бронзатор от марки кико который я использовать буду в качестве вот прям полностью на все лицо не только на скулы и немного себе загар тогда добавим прям вот так чуть-чуть у нее такой запах обалденный девчонки вот честное слово очень многие мои клиенты замечают запаху этой бронзирующей как бы пудры или просто бронзатор кто как называют вот видите я стала немного позагорелее даже под глазки слегка наношу то есть нужно взять большую пушистую кисть это у меня manly номер 120 и она нанесет тогда эту пудру полупрозрачно и будет эффект просто загорелого лица слегка но не будет такого ощущения что ну прям какой-то коричневый дальше беру кисточку от manly тоже вот такую и это же кстати пудру и наношу только на скулы то есть более почетче и видите как получается что и скульптор и бронзирующая пудра все зависит от кисти девочки как вы уже поняли вот дальше я возьму маленькую кисточку от and beauty a3 возьму румянки тоже марка кико очень понравились мне эти румяна вот такой у них цвет красивый называется стали шпинг и ими слегка за румяне свои щечки ну прям очень и очень легко вот такой же получился свежий вид лица слегка загорелая и мне прям ну очень даже нравится сейчас я вот губки у меня красивые красные то есть можно так оставить уже это будет как ваш легкий нюд но у нас сегодня макияж просто невероятный пойдем дальше любимые брови марка сорме бровями мы закончили переходим к глазам и так первое что нам нужно сделать это взять черный карандаш у меня будет от романовой ольги и им будем создавать весь практически макияж сначала мы проработаем межресничную стрелочку но не заводим до самого внутреннего уголочка только вот до начала роста ресниц то есть вот здесь останавливаемся так что прям почетче немножко проморгаемся и дальше мы выполняем стрелочку саму нам понадобится этот же черный карандаш и нам понадобится кисточка and beauty а 15 сразу говорю нельзя ее заменить именно эта кисточка нам и понадобится я беру прорисовываю линию очень близко к ресницам слегка расширяю на внешнем уголочке приблизительно вот так теперь растушевываем карандаш чем быстро застывает поэтому растушевываем сразу сначала один глаз потом второй просто кисточкой провожу по границе получается я и и линия растушевывается изначально я не вывожу никуда не правее не левее просто подтушевывают линию которые я нарисовала только потом буду рисовать хвостик уже чем объемнее вы подтушуете тем красивее будет смотреться ваша стрелка дальше я проработаю поближе к внутреннему уголочку вот нарисовала и сразу подтушевала видите получается что как будто бы линия становится более объемная но при этом около ресниц она всегда остается черная еще за счет того что у нас проработана межресничная стрелка дальше я слегка вывожу свой хвостик вот так сразу его подтушевываю и так двигаемся дальше зависимости от того какой вы хотите себе подлиннее хвостик вы его таким выводите я и на внешнем уголке ее прям сильно расширять эту стрелочку тогда мне нравится больше такой вид макияжа кажется как будто бы она очень объемная прям становится и глаза открываются сильнее вот переходим ко второму глазику что девочки смотрите мой макияж почти готов то есть самое главное в этом макияже это правильно растушевать стрелки вы можете делать их какими угодно подлиннее покороче но мне вот нравится чтобы прям именно не от начала глаза а практически от начала зрачка вот такие растушеванные уходили и с небольшим хвостиком дальше я прокрашиваю реснички и это вот так вот смотрится то есть уже глазки такие смотрите по объемнее ну и теперь мы украшаем наш макияж с помощью невероятно красивой штуки а которые просто вот просто вот вообще ходят уже песни это от lime crime вот такие вот как бы кремовые гелевые тени которые смотрятся как будто бы как помадка в такой штучке на самом деле это тени они сине-фиолетовые поэтому при нанесении как бы на черный цвет смотрится еще красивее я запрокидываю голову и просто вот такими вот втамповывающими движениями аккуратненько смотрите она жидкая штука наношу на глазик мое предложение наносить не на весь глазик полностью а вот только зону зрачка а чтобы вот эта часть осталась как бы черной стрелочкой и немножко подтушевывать наверх то есть чтобы около сниз было посильнее а уже повыше попрозрачнее эта штука просто что-то с чем-то невероятно красивая и уже очень много моих клиентов в нее влюбились оттенки совершенно разные есть но я почему-то люблю сине-фиолетовые тона поэтому мне особенно не нравится когда смотрится на черном и особенно нравится когда вот так вот мелькают блестят то есть такой получается цвет непонятный глубокий но в то же время безумно красивый вот вот в принципе в этих вот и стрелочках состоял весь макияж ну и конечно девочки блеск для губ которые прислала мне марка кико который стал просто у меня незаменимым блеском для губ хотя я и вообще не люблю блески этот сразил меня наповал он под этот макияж идеально вот так он выглядит это просто как бы белый розовый прозрачный блеск эффект 3d открываем вот смотрите важно нанести его достаточно плотным слоем он у меня не липнет он у меня не скатывается он создает прям очень красивые лаковые губы и очень сексуальные я считаю ну как бы не только я считаю а весь мой stories и весь мой директ тоже так считает ну что девчонки вот и весь мой макияж который вы сильно просили я надеюсь что он вам понравился вы поставите мне класс потому что ваши классы меня всегда поддерживают ваши комментарии меня вдохновляют на многие новые и новые ролики вы подпишитесь на мой канал если вы новенькая у меня здесь вы подпишитесь на мой инстаграм если вы еще не видели какие у меня там есть ролики под рубрикой бьюти Таня они немножко отличаются от роликов которые есть у нас здесь ну и до новых встреч я надеюсь что вам понравился вы с легкостью его теперь повторите потому что этот макияж просто вот сражает всех на повал всех вас целую пока 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 пока